Здравствуйте. Давайте поговорим сегодня о зле. Почему это зло вообще существует в мире? Что это такое зло? И что это такое разделение этого мира на зло и добро, на тёмное и светлое, на страшное и привлекающее? Насколько реально это разделение? Или это только в нашем воображении, в нашем понимании? Учёные называют этот процесс энтропией. Они считают этот процесс реален, он существует во Вселенной. Это основной процесс, который управляет Вселенной. Энтропия или разрушение, раздробление, уничтожение. Но давайте подумаем, если есть только этот процесс энтропии, который всё разрушает, уничтожает, и нет другого процесса, который бы всё восстанавливал, совершенствовал, приводил в гармонию, тогда этот мир не имел бы никакого смысла. Тогда рано или поздно всё бы разрушилось, уничтожилось и исчезло. Значит, есть вот эта светлая сила также, которая ведёт к жизни, которая всё возрождает и утверждает, которая создаёт вот эту прекрасную систему и охраняет эту систему от разрушения. Это не только энтропия, о которой говорят физики. В этом отношении как бы прокладывается мостик между наукой и религией, между физическим и духовным. Помимо вот этого физического разрушения, действительно, которое мы наблюдаем часто, есть ещё духовное возрождение, оно невидимо, но оно реально существует. Это то, что поддерживает Вселенную ещё в порядке, в балансе, в гармонии. Мы видим, что всё находится в идеальной прекрасной гармонии в этом мире. Только люди могут поспорить, что же касается этой планеты Земля, почему мы видим такой хаос? Ну где же этот хаос присутствует? Подумайте. Присутствует ли он в мире природины? В природе мы всё видим гармоничным как бы. Есть и хищники, есть и травоядные, есть и растения. То есть во всём имеется какой-то цикл, гармония. И всё вместе поддерживает друг друга в прекрасном балансе. Но вот мир людей, он, кажется, единственный, который не подчиняется этой гармонии. Кажется, во всём есть вот это разрушение, боль, страдания, войны. Поэтому мы, как человечество, должны сосредоточиться на единении, на тех общих целях, которые есть у нас. И основная цель, я думаю, каждый согласится выжить на этой прекрасной планете и радоваться жизни на ней. Сколько ещё красоты в этом мире, в природе. Почему бы не наслаждаться этим и не поддерживать эту красоту бережным отношением к природе, к тому миру, который мы видим, наблюдаем вокруг. Войны — это страшное разрушение не только тех людей, не только тех народов, где войны происходят, но и нас самих. Потому что это вносит нас в ненависть, потому что это разрушает нас духовно, заставляет нас страдать, мучиться, переживать за то, что происходит там. Но, может быть, мы не должны переживать так, как мы чувствуем, если это переживание ведёт нас к ненависти, к страху. Может быть, мы должны довериться Высшему в этом и доверить то, что происходит Высшему Богу, молиться за это, чтобы это изменилось. Дело в том, что когда мы молимся, тогда мы пытаемся, чтобы вот эта исцеляющая сила Господа коснулась их, те враждующие стороны, которые ненавидят друг друга даже. Неважно, это враждующиеся супруги или народы или какие-то общности, группы внутри одного народа. Но когда есть эта ненависть, вражда, это ненормально, это плохо, пусть эволюционисты говорят о том, что это естественный процесс эволюции, когда сильно одерживает победу над слабым. Но дело в том, что мы люди. У нас есть ещё и духовная сторона. Мы не хотим привести к уничтожению человечества этой ненавистью, этим непрощением, этим упрямством тупым. Что только должно быть моим образом, по-моему. Жажда всеобщего могущества и алчность приводит к этому разрешению, когда одна группа хочет обрести контроль над всем миром и починить весь мир к своим нуждам, к своим благам. Из этого они подстрекают весь мир на вражду, на войны, потому что таким образом они выигрывают сами. Но они так же ошибаются. Всё плохое возвращается. И те муки, которые они причинили другим, даже сами явно не участвуя в этом, сами явно не стреляя и не убивая, но за своё подстрекательство они получат эти муки назад. В более ужасной форме есть физические законы, но есть и Божьи законы. И за то злое, что люди сделали, они понесут расплату рано или поздно. Это закон физики, но в духовной сфере. Что ты делаешь, что ты вызываешь, ты получишь это в ответ. Если ты несёшь добро, свет, радость, ты получишь добро, свет, радость, рано или поздно. Пусть плохо сейчас, пусть может быть страдания, пусть твоя жизнь нелегка, но если ты несёшь этот свет, он к тебе вернётся, и радость вернётся, и добро. Это Божий закон. Закон любви. Если мы хотим этой любви, любите сами, прощайте. Попытайтесь увидеть других людей такими, как и вы сами. Вы прощаете себя за небольшие прогрешения, даже за большие порою. Вы оправдываете это в себе, оправдаете это в других. Все допускают ошибки так же, как и вы, и другие могут ненавидеть так же, как и вы. По той же причине порой люди бывают разные. Но мы должны принимать их такими, какие они есть, без ненависти. Конечно, нужно быть осторожным, уметь защищать себя. Но никогда внутри не должно жить у нас этого чёрного, страшного зла, ненависти. Примите себя в этом, в понимании того, что вы едины с этим миром и друг с другом на самом деле. Что нечего бояться в этом мире, ничего. Потому что этот мир часть вас, и вы большая часть его. И чем больше вы понимаете этого, тем ближе вы приближаетесь к Божественному пониманию. Что в Боге наше настоящее Я, и вечность, и радость, и цель. И в Боге есть вечная жизнь, и любовь, и помощь для всех нас.